Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке математики мы продолжим работать с геометрическим материалом. Цель нашего урока – научиться строить плоские фигуры по известному периметру. Ребята, во время путешествий на уроках вы уже побывали в городах Казахстана, Нур-Султан, Алматы. Пять миллионов туристов в год посещают наши столицы. Мы гордимся этим. Наши путешествия продолжаются. Казах-даласы – Олу-дала. Великая степь Казахстана. Протяжённость казахских степей более 2200 километров всей территории Казахстана. Чтобы узнать эти данные, вычислить это расстояние, нам помогла наука-математика. Давайте начнём с первого задания, которое потребует от вас внимания. Сейчас на экране будут показаны геометрические фигуры. Ваша задача – записать в тетрадь только плоские геометрические фигуры. Проверьте себя, ребята. Вы правильно определили плоские фигуры? Плоская фигура – это фигура, точки которой лежат на одной плоскости. А вот куб и цилиндр на одну поверхность уложить нельзя. Мы продолжаем. Ты уже знаешь, что такое прямоугольник. Это геометрическая фигура, которая имеет четыре прямых угла, а противоположные стороны у него равны. Длину мы обозначаем буквой А, ширину – буквой В, латинского алфавита. Запиши в тетрадь формулу, по которой находят периметр прямоугольника. Проверь себя. Если ты не смог выполнить это задание, ничего страшного. Воспользуйся нашей помощью. Но формулу обязательно запиши к себе в тетрадь и выучи её наизусть. Когда мы всё повторили, давайте научимся применять свои знания для выполнения заданий. Начерти прямоугольник, длина которого 5 см, а ширина 4 см. Найди периметр этой фигуры. Проверь себя. Периметр – это сумма всех сторон. Периметр этого прямоугольника равен 18 см. Давайте усложним задание. У нас есть квадрат. Известен его периметр – 16 см. Как найти сторону квадрата, если известен только периметр? Напоминаю, квадрат – это фигура, у которой все стороны равны. Периметр квадрата равен а, умноженное на 4. Чтобы найти сторону квадрата, нужно периметр разделить на 4 стороны. А равно 4 см. Начерти этот квадрат себе в тетрадь. Давайте вспомним. Какая геометрическая фигура называется отрезок, луч, прямая? Задание. Начерти отрезок, луч и прямую и обозначь заглавными буквами латинского алфавита. Все эти геометрические фигуры должны быть одинаковой длины. Ребята, вы молодцы! Сегодня на уроке вы показали свои знания, умения и свои способности работать в коллективе. До свидания, ребята! До новых встреч на уроках математики!